Здравствуйте! Очень приятно вас всех здесь видеть. Я действительно, как сказали, занимаюсь синтаксисом птиц, но все-таки основная моя работа — это работа в школе, поэтому я больше привыкла общаться с детской аудиторией, у меня больше опыт общения с ней, нежели со взрослой. Поэтому вы, пожалуйста, не обижайтесь, если вдруг вам покажется, что я себя веду с вами как с детьми, например, какие-то глупые вопросы задаю или объясняю что-то слишком подробно, то, что вы знаете. А может быть, вам, наоборот, это и понравится. Сегодня я буду рассказывать вам про пение птиц. Я задалась таким провокационным вопросом, имеют ли самки птиц право голоса, то есть больше я буду рассказывать про пение самок. Надо сказать, что эта тема сейчас очень популярна в научной литературе, и я сделаю вам такой обзор той литературы, которую я читала по этой теме, и постараюсь к концу лекции ответить на этот вопрос. Хочу обратить ваше внимание, что на слайдах будут стоять номера. Если у вас по ходу лекции возникнут какие-нибудь вопросы, то вы запоминаете номер слайда, и потом нам легче будет при обсуждении к нему вернуться. Итак, пение птиц. Птицы поют. Еще каких-нибудь пять месяцев, и они начнут петь со всех сторон буквально. Но уже довольно скоро, в январе, мы будем с вами слышать звуки птиц, которые будут нам напоминать о том, что скоро весна. Вот я вам хочу сейчас поставить песенку, которую вы наверняка знаете. Послушайте ее. Слышали такую? Слышали. А кто-нибудь знает, кто поет? Большая синица. Совершенно верно. Вот фотография большой синицы. Это самец и самка. Сегодня на лекции будет довольно часто звучать выражение «половой деморфизм». То есть, когда самка и самец разные, разные формы, разные морфы. Вот этот вот у синиц есть половой деморфизм, но он довольно слабо выражен. Знает ли кто-нибудь, кто здесь мальчик, кто девочка? Справа мальчик, совершенно верно. Справа мальчик, и мы его отличаем по широкой полоске. У меня же есть специальная штука. Что здесь нажимать? Мы его отличаем по более широкой полоске, которая еще к тому же расширяется к низу. У самки она узкая и сходит на нет. То есть, можно придумать такую ассоциацию, что мужчины носят галстуки, значит, самец это тот, который с галстуком. Следующая песенка. Знакомые ведь наверняка слышали, да? Вот это вот «бжжжж» особенно знакомое. Эта птичка называется «зеленушка». Она действительно зеленого цвета. Самец окрашен более зеленой, самка менее заметная. Вот эти птички тоже начинают петь достаточно рано, ранней-ранней весной, даже еще зимой. Вот по поводу звуков. Я, готовясь к лекции, скачивала большое количество пения птиц из интернета. И в конце концов я доигралась до того, что мне начала приходить контекстная реклама примерно такого содержания. Пение птиц — хорошая эзотерическая практика. Когда птицы поют, болезни уходят. Вот сегодня на лекции мы будем слушать с вами очень много разных птичьих звуков, птичьих песен, поэтому, возможно, что-нибудь хорошее с вами после этого случится. Значит, зимой будут петь вот эти. Когда наступит уже настоящая весна, где-то в мае, мы будем с вами слышать вот такие звуки. Тихо, извините. Слышали? Слышно ли что-нибудь было? Давайте еще раз. Такая песенка сверху вниз и в конце рощерк. Нет, не жаворонок. Это, да, совершенно верно, это птичка зяблик. Когда я училась на биофаке, у нас была такая поговорка «все птички зяблики, все травки мятлики». То есть когда сдавали зачет, например, по ботанике, и тебя преподаватель спрашивал, что это за травки. Ну, травки, те, которые на газоне растут. В общем, можно было с большой вероятностью сказать, что эта травка мятлик, это действительно какой-нибудь мятлик. А когда тебя спрашивали, что за птичка поет, можно было смело отвечать, что зяблик, потому что зяблики, он вот каждый третий, он буквально вот именно зяблик. Зяблики очень часто встречаются и в Москве, и в Подмосковье. Будет потом картинка, как выглядит самка у зяблика. Значит, это самец. Еще такая песенка. Точно ее знаете? Соловей, конечно, это соловей, соловья все узнают. Кстати, знаете ли вы, почему пение соловья нам так сильно нравится? Почему, например, пение зяблика, пение зеленушки нас особо не впечатляет, а пение соловья, оно очень нравится? Вот более разнообразно это один из вариантов, но на самом деле есть птицы, которые поют гораздо более разнообразно, чем соловьи. То есть у них столько, такое количество разных элементов, потом я вам расскажу, из чего состоят песни, что соловью и не снилось. Не в этом дело. Да, дело в том, чистота, что вы имеете в виду? Да, 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 чистота звука, она у него достаточно низкая. Давайте послушаем еще раз. Есть такие очень низкие звуки у него. Вот эти вот. То есть они приближены к той области, в которой у нас наибольшее восприятие, в которой мы сами с вами говорим. Кроме того, размеренность песни, он поет неторопливо, не то, что некоторые траторят. То есть он поет примерно с той же ритмичностью, с какой мы привыкли говорить. И кроме того, на той частоте, которую нам приятно воспринимать. А нравится нам на самом деле то, что нам самим близко. Вот, поэтому нам нравится соловей. Зачем же нужна песня? Вот я сейчас увидела при входе, что моя лекция называется «Почему птицы поют?». Вот на самом деле гораздо лучше было бы задать вопрос «Зачем птицы поют?», но на вопрос «Почему птицы поют?» хочется ответить. Знаете, мне обычно гуманитарные школьники, небиологические, отвечают, что птицы поют, потому что им хорошо. Птицам, как известно, хорошо. Птичка Божия не знает ни заботы, ни труда. Вот, конечно же, это не так. В общем, это вариант. Да, действительно, птица, которой плохо, она петь не станет. То есть ей действительно должно быть для этого хорошо. Но все-таки зачем они поют? Причем мы с вами будем сейчас говорить именно про песни, а не про другие сигналы. Есть еще вот, например, такие сигналы у птиц. Знакомы ли вам такой сигнал? Пинь-пинь. Это тот же зяблик. Это зяблик, и это его позывка. У птиц есть песни. Это что-то такое длинное, продолжительное, сложное, с какой-нибудь структурой сложной, со сложными правилами. А есть простые позывки, с помощью которых птицы общаются между собой. Например, вот это вот пинь-пинь, оно, скорее всего, обозначает опасность. Что вот здесь какой-то стоит человек с микрофоном, меня записывает, дай-ка я попиньку и скажу остальным, что это что-то здесь не так, пусть они будут настороже. Бывают позывки, которые говорят о том, что здесь много еды, приходите сюда, пищевые позывки. А именно песня, именно такая сложная песня, она нужна для, в основном, двух вещей. Выделяют вот эту вещь и вот эту вещь. Первый случай – это для привлечения самки, для образования пары, сообщение своего мотивационного состояния, своего статуса. В тот момент, когда я формулировала вот эти слова «мотивационное состояние и статус», я подумала, что здесь надо бы еще добавить вот такую картинку. Потому что мы в соцсетях тоже выбираем свой статус, показываем, даем понять окружающим, какое у нас мотивационное состояние. Птицы вот это свое мотивационное состояние выражают через песню. Ну и второй случай – это демонстрация занятости территории. Для того, чтобы не доводить до того, что случилось сейчас у этих тупиков, можно петь. То есть самцы садятся на границах своей территории и поют. Они сообщают о том, что территория занята. Другой самец ему отвечает, что территория его тоже занята. И они договариваются, где проходят границы между их участками. Если договориться с помощью песни не получается, тогда уже приходится драться. Ну, это случается достаточно редко. Мы сегодня будем говорить и о других функциях песни, не только об этих двух основных. Следующий вопрос. Как песня произошла? Как она эволюционировала? Как она развивалась? Песня эволюционировала, скорее всего, из позывок. Во всяком случае, из каких-то более простых сигналов, которые птицы исполняли в какой-то определенной последовательности, имитировали какие-то другие сигналы, включали их в свою песню. И получалась таким образом длинная, разнообразная песня. Зачем они делали ее все длиннее и длиннее, все разнообразнее и разнообразнее? Почему сейчас у нас некоторые виды птиц поют настолько много разных нот и так интересно их комбинируют? Вот на эту тему задумался вот этот вот бородатый дяденька. Кто это? Это не Карл Маркс. Да, совершенно верно. Это Чарльз Дарвин. Чарльз Дарвин прекрасный человек был, великий ученый, исследователь. Он сделал много очень полезных выводов. И то, что я сегодня на него немножечко буду наезжать, на самом деле нисколько не умаляет его заслуг. Просто я буду немножечко расширять, обобщать те вещи, о которых он говорил. Так вот, Дарвин говорил про половой отбор. Собственно, ввел этот термин и описал, что происходит половой отбор. Вообще, Дарвин известен не половым отбором, а каким? Естественный отбор, совершенно верно. Естественный отбор как результат борьбы за существование. То есть виды в процессе эволюции соревнуются, борются особи и в результате выживают наиболее приспособленные. Кроме того, есть еще половой отбор. Что это такое? Например, с помощью него произошли такие замечательные штуки, как рога у оленя. Вот этот олень уже вымер тысяч 12 лет назад. Вот этот вполне себе жив, благородный олень. Рога есть только у самцов. Каким образом они развелись до такого большого состояния? Самкам нравились самцы с рогами. Они считали это чем-то красивым. Либо они понимали, что тот, кто несет большие рога, он более вынослив и, соответственно, передаст их потомству более качественные гены. И выбирали они тех самцов, у кого были большие рога. Соответственно, их потомки они наследовали, если рождались мальчики, наследовали большего размера рога. Если рождались девочки, то они наследовали предпочтение мальчикам с большими рогами. Другой замечательный пример – это райские птицы, у которых очень красивые перья, и всем известные перья павлина. Райские птицы, вот большая райская птица, я под ней подписала латинское название этого вида. Я решила не перегружать презентацию латинских названий, не вставлять, но здесь я решила это название вставить по той причине, что оно очень забавное. Парадизаия апода. Ну, парадизаия, значит, имеющая отношение к раю, это райское. А вот кто знает, как с греческого переводится апода? Безногое, совершенно верно. А, отрицание пода с нога, подагра, например, болезнь ноги. Почему эту птицу назвали безногой? Здесь очень забавная ситуация. Дело в том, что жители Новой Гвинеи, которые отлавливали, убивали этих птиц и посылали тушки в Европу, где их использовали для украшения, для перьев, они по непонятной причине, наверное, на украшение себя, они отрезали этим тушкам ножки. Ножки оставляли себе, тушки отправляли. И возникла в Европе такая легенда, что райские птицы, они настолько райские, настолько небесные, что они даже на землю не садятся. Потом, чтобы поддерживать эту легенду, жители Новой Зеландии продолжали уже специально отрезать ноги и посылать им этих безногих. Так вот возникло такое латинское название. Что касается павлина, павлину мы все хорошо знаем, и мы знаем, что у самок хвоста нет, у самцов такой замечательный, шикарный хвост. Я сейчас буду занудствовать, на самом деле это не хвост. Хвост у самца достаточно короткий, он за всей этой красотой, а это перья над хвостью, то есть перья спины, которые сильно вытянулись и выросли в такой замечательный веер. Надо сказать, что вот эти признаки, которые возникли в результате полового отбора, они очень часто вредят особям. То есть у оленя слишком большие рога, они ему будут мешать, они будут слишком тяжелыми, он будет застревать между деревьями, поэтому они не растут до бесконечности, здесь уже вмешивается естественный отбор, который не дает размножаться самцам со слишком большими рогами. В случае павлина ему на самом деле очень тяжело жить. Я неоднократно наблюдала в парке птиц, есть такой парк птиц в Калужской области, павлинов, которые в период ухаживания за самками пытались как можно лучше показать свой хвост, как можно его более красиво представить, и они при этом гордо задирали голову, и в этот момент дул ветер. И они очень старались не ударить в грязь лицом, они держали этот свой хвост, и у них ничего не получалось, ветер их сдувал. На девушек никакого впечатления оказать нельзя. И в результате он плевал, складывал свой хвост и уходил в сарайчик. Не удавалось ему как следует ухаживать. У человека тоже есть результат полового отбора. Вот теперь Карл Маркс. Результат полового отбора у человека — это усы и борода. Считается, что как это возникло? На фоне общей редукции волос на лице, на самом деле у нас на лице вполне себе сохраняются волосяные луковицы, тоненькие волоски, все у нас есть. Но вот на фоне уменьшения количества и толщины этих волос остались брови, ресницы для того, чтобы защищать глаза, и у мужчин осталась борода и усы, у женщин нет. Почему считается? Потому что женщинам больше нравились бородатые мужчины, соответственно, им они отдавали предпочтение. Но не у всех, как вы знаете, жителей Земли есть хорошие усы и борода. В некоторых случаях это работало, в некоторых нет. Вот еще замечательный человек. И захотелось мне поместить сюда фотографию семьи из народа, которая мне очень нравится. Я этим летом, этой весной побывала в том месте, где они когда-то жили. Этот народ, к сожалению, уже практически исчез. Это фотография 20-30-х годов. Как видите, монголоидные черты лица, но при этом очень густая борода. Как вы знаете, у монголоидов плохо растет борода. А здесь вот такое несоответствие. Как вы думаете, кто это? Айны, да, совершенно верно. У айнов очень хорошо росла борода, очень хорошо росли волосы. Вообще очень удивительный народ, и очень мне жалко судьбу, которая его постигла. Вернемся к песне. Песня — это также результат полового отбора. Собственно, мы приходим к теме нашей лекции. Как она по Дарвину развивалась? Самцы пели, самки слушали внимательно и отбирали самцов с наиболее красивой и разнообразной песней. Цитата. «Самки птиц могут привести к очевидным результатам, отбирая в течение тысяч поколений самых мелодичных и красивых самцов согласно своим представлениям о красоте». То есть самки выбирают, и этим оказывают огромное влияние на эволюцию. Вот то, что самки активно выбирают, тогда, в XIX веке, было очень возмутительным заявлением, поскольку в викторианской эпохе девушки в красивых платьях скромно сидят в уголке и ждут, когда к ним посватаются. А тут что-то такое недопустимое. Самки выбирают как можно. На Дарвина посыпалась куча критики. Впрочем, на него и так много было критики, и до сих пор. И в тот момент на него даже посыпалась критика от человека, который, казалось бы, должен был быть по одну сторону баррикад с ним. Это Альфред Уоллес. Это человек, которого сейчас признали, ну уже давно, собственно, признали официальным соавтором теории эволюции. Дело в том, что Уоллес пришел к тем же выводам, что пришел Дарвин своим путем, независимым, на 20 лет позже, чем Дарвин. Но Дарвин очень долго тянул с публикацией своей книги. Он то ли боялся, то ли ленился это сделать. И Уоллес написал ему письмо, что вот он пришел к таким результатам, что он о них думает. И тут друзья Дарвина уговорили, наконец, опубликовать книгу. Так что мы можем быть благодарны Уоллесу за то, что эта книга вообще вышла. То есть он стимулировал Дарвина написать свою знаменитую книгу «Происхождение видов путем естественного отбора». Но потом к этой мысли... Да, и, собственно, как критиковал Уоллес, он говорил, что ну да, самки могут быть очарованы оперением, могут быть очарованы песнями, но вряд ли различия в оперении и в песне могут влиять как-то на их выбор. Но потом все-таки согласились с этой идеей, к этой идее привыкли, она завладела умами. Идея о том, что самец поет, самка слушает, оценивает, и начали это воспринимать как должное. И когда в XX веке ученые начали изучать пение птиц, записывать, анализировать, они записывали в первую очередь кого? Тех, кто поет, то есть самцов. Здесь я привела фотографию звукозаписывающей аппаратуры 30-х годов в США. Очень громоздкое записывающее устройство, куча проводов, огромный тяжелый микрофон с треногой. Конечно, сейчас все это гораздо... Звукозаписывающая аппаратура вся гораздо легче и лучшего качества. Мне фотография эта понравилась. Кроме того, самцов записывать удобнее, приятнее, логичнее, потому что еще они ярче окрашены чаще всего, чем самки. Это тоже получилось в результате полового отбора, не только его. Вот эта райская птица, мы смотрели на одну, а эта другая, она окрашена, самец у него окрашен гораздо ярче, чем самка. И вот самка в данный момент рассматривает, как следует самца, и действительно оценивает, стоит ли с ним связываться. Кроме окраски, кроме песни, птицы могут еще привлекать полового партнера с помощью специального поведения. Вот здесь есть небольшой фрагмент видео, давайте его посмотрим. Вот это раздувание воротника, оно оказывает на девушек совершенно потрясающее воздействие. Среди наших птиц, среди московских, подмосковных, тоже есть птицы, у которых более ярко окрашен самец, и самка окрашена менее яркой. Так называемый половой диморфизм, о котором я уже говорила. Знаете ли вы эту птичку? Воракушка, совершенно верно, это воракушка. Давайте я поставлю звуки. Они не относятся к пению самок, это сейчас будут пения самцов, но просто вдруг вам эти звуки понравятся, вдруг вы захотите учиться различать птиц по голосам. Так поет воракушка, она сначала поет часто, 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 а потом начинает переходить к каким-то другим коленам, разгоняясь по ходу. Такая вот еще птичка. Мухоловка-пеструшка. Самки у них хуже окрашены, более бледно, а самцы такие яркие, контрастные. Как поет мухоловка? Давайте еще раз послушаем фразу. Здесь есть такая фраза, которую можно человеческим языком перевести как «крути-крути». Давайте еще раз послушаем. Крути-крути. Слышали? Сейчас еще раз будет. Если вы «крути-крути» услышите, значит, это, скорее всего, мухоловка. Вот такая птица, называется чечевица. Самцы у них красные. Чем старше самец становится, тем больше красного у него в окраске проявляется. Песенку он поет тоже, которую можно написать человеческими буквами. Витя увидела? Витя увидела? Да. Значит, еще птичка. Скажите мне, кто это поет? Лесенка сверху спускается, сверху и в конце рощерк. Давайте еще раз. Все птички. Кто? Зяблики. Да, вот это песенка зяблика. Значит, вот она, самка зяблика. У самца синий капюшон и кирпичная грудка. Самка зяблика окрашена скромнее. Но видно, что и у той, и у другой птицы есть две яркие белые крыловые полосы. Самка зяблика, она больше чем-то напоминает даже воробья. Кстати, о воробьях. У воробьев у нас есть два вида. Есть воробей домовый и есть полевой. У домового воробья есть половой деморфизм, а у полевого воробья нет. То есть самцы и самки окрашены одинаково. Значит, у полевого вот эти вот черные щечки. Теперь давайте поговорим про ярко окрашенных птиц. Вот есть такая птица иволга. Самец у нее ярко-желтый. Самка зеленоватая, с пестринами на брюхе. Сергей Александрович был неправ. Иволга не живет в дуплах. Иволги строят вот такие вот замечательные гнезда-люльки, вешают их на развилке дерева и здесь выращивают птенцов. Мне в этой фотографии нравится, что самка запихивает в горло птенца гусеницу, которая по толщине превышает толщину горлышка этого птенца. С ним все будет хорошо. Это так у них положено. Следующая яркая птичка – это снегири. Вот сейчас будут новогодние открытки. Мы их будем покупать и дарить друзьям. И вот такие открытки неправильные. Потому что вот такие вот две красных птички обнимающиеся – это неправильно. Нет, на самом деле у снегирей, как и у других видов животных, вполне возможно, что существуют гомосексуальные отношения, но все-таки чаще мальчики дружат с девочками. То есть вот такая открытка будет правильная. Вот выглядят они на самом деле вот так. Итак, мы пришли к тому, что самцы обычно более ярко окрашены для того, чтобы привлекать самок. Самки обычно менее ярко окрашены для того, чтобы не привлекать внимание к себе, к гнезду, к птенцам. Самцы громко поют, самки обычно тихие, но при этом самки оказывают воздействие на самцов с помощью своего выбора. И таким образом они влияют на ход эволюции, это признали. Но потом начали возникать такие странные находки, что начали находить и регистрировать поющих самок. Ну думали, ну мало ли, ну какая-то случайность. Или какой-нибудь гормональный сбой. Например, известно вообще, что у самок птиц есть возможности для воспроизводства песни. У них есть голосовой аппарат, у них есть специальные вокальные ядра в мозгу, в мозге, извините. И если ввести самке тестостерон, то она начинает петь. Потом начали объяснять пение самок у таких видов, у которых есть реверсия половых ролей. То есть самки более активны, самки сражаются с другими самками за самцов. Они обычно поют, привлекая самцов. Вот, например, как поет птичка Якана. При этом детьми занимаются их мужья. Вот здесь вот замечательный самец Яканы с большим количеством ног. У него две ноги свои и шесть, раз, два, три, четыре, пять, шесть. И шесть ног детских. То есть у него под крыльями сидят три птенца. Птенцы, они все время намокают в воде, у них перья намокающие, не пропитанные специальными выделениями желез. Поэтому их надо постоянно сушить, чтобы они не замерзли. Вот такой вот замечательный, заботливый папаша. У нас на севере живут кулики, круглоносые плавунчики. Самка вот эта, вот самка, она более крупнее, более ярко окрашена. Опять же, та же ситуация, что они завоевывают самцов, дерутся за них, дерутся за территории, а детьми занимаются папы. И у трехперсток, родственников куликов, тоже такая же ситуация. Вот здесь показаны самки, которые дерутся за самцов. Но даже в семьях с нормальным, с таким, с традиционным укладом, все равно самки тоже поют. Сначала обратили внимание на дуэтные пения. Вот, например, африканские сорокопуты не отличаются друг от друга. Самка, самец, у них нет полового деморфизма. И они поют вместе. Есть? Давайте послушаем. Вот. Или вот так. Вот такие песни. Они поют для того, чтобы охранять свою территорию, для того, чтобы укреплять свои супружеские связи. И вот видите, на этом графике звуки идут один под другим. Вот такие графики называются спектрограммы или сонограммы. Собственно, пение птиц изучается не по звуку, оно изучается по таким картинкам. Значит, на этой картинке по оси Y отложена частота звука в килогерцах, по оси X отложено время в секундах. И вот, соответственно, у нас такая вот картинка получается. То есть одновременно звучат два сигнала. Сейчас немножечко сделаю отступление в сторону. Надо сказать, что птицы вот такие вещи, когда у них одновременно звучат два сигнала, могут делать и в одиночку. Птицы могут петь двумя голосами. Дело в том, что у птиц очень интересный голосовой аппарат. Наш голосовой аппарат называется верхняя гортань. Если вы положите руку себе на горло, там, где у мужчин обычно кадык, и что-нибудь скажете, то вы услышите вибрацию. Если вы будете говорить шепотом, то вибрации не будет. Потому что вибрация возникает в тот момент, когда у нас смыкаются связки и вибрируют. Так устроена наша гортань. А у птиц гортань находится в другом месте, там, где трахея делится на два бронха. В основании каждого бронха у птиц есть пара связок. То есть у птиц есть два источника голоса. И они могут то вместе, то поврось, а то попеременно издавать звуки разными половинками сирингса, как делает вот эта птица. И на сонограммах, на спектрограммах мы тоже будем получать вот такие вот ситуации, когда у нас есть две полоски. Вот это вот записи птенцовых криков соловья-красношейки. Вот эти вот звуки, они очень диссонирующие, потому что там две частоты, которые они делают разными частями своего голосового аппарата. Но вернемся к самкам. Значит, дуэты, как мы выяснили, они нужны для того, чтобы поддерживать отношения в паре. Но потом стали выяснять, что самки в нормальных, не перевернутых семьях могут петь в одиночку. Еще в 90-е годы была работа по прекрасным расписным малюрам. Не потому что они мне так нравятся, я написала, что они прекрасные. Конечно, они прекрасные, но это просто их такое официальное название. Прекрасные расписные малюры. Это птички, которые живут в Австралии. Как видите, у них самец более яркий, самка не яркая. И самки у них поют. Поют замечательно, поют так же хорошо, как и самцы, так же разнообразно. Над ними проводили такой эксперимент с проигрыванием. На территории, которую занимали самки и самцы, ставили динамики, через которые проигрывали сигналы от птиц. Во-первых, проигрывали песню ее мужа, во-вторых, проигрывали песню соседей, которых она слышала, знала, и в-третьих, проигрывали песни незнакомых птиц ей. На песню своего мужа она реагировала с таким интересом. Она подлетала к динамику и говорила, муж, ты где? Ты поешь вроде, но тебя не видно. В общем, интересовалась, но никакой агрессии не проявляла. На песню соседа она подлетала к динамику уже более активно. Начинала в ответ петь и говорит, Иван Иванович, что ты лезешь на мой участок вообще? Но не очень активно пела. На песню незнакомой птицы она расходилась не на шутку, кидалась на динамик, пела и говорила, что тут понаехали, ходят тут всякие. В общем, песня явно несет ее территориальную функцию. Надо сказать, что самец тоже реагировал на проигрывание, но даже не так активно, как самки. Вот такая вот интересная история. Хочется рассказать вам про проигрывание, что это такое. Раньше для того, чтобы проиграть на участке птиц какую-нибудь песню, нужно было действительно серьезную технику туда притащить. Это было достаточно сложно, и это могли себе позволить люди, которые специально этим занимались. Специально проверяли, какие реакции бывают у птиц на проигрывание, или для каких-то других целей. Теперь это все сделать гораздо проще. Я сейчас вам скажу вещь, только вы так, пожалуйста, не делайте. У каждого из нас есть сотовый телефон, у каждого есть доступ в интернет, где можно скачать огромное количество разных песен разных видов. И можно взять маленькую колонку, а можно даже обойтись динамиком телефона, проиграть эту песню птичке, и птичка начнет прилетать к вам, интересоваться. И вот это все, конечно, очень нехорошо. Проигрывание, оно очень вредно для птиц, по той причине, что оно отнимает у них много энергии. У птиц ограниченное количество ресурсов есть. Им, особенно в период гнездования, нужно петь, обозначать территорию, нужно драться с соседями, нужно ухаживать за самкой. В гнездовой период нужно кормить детей. А вот эти постоянные дергания, они очень им вредят. Особенно есть большой соблазн у фотографов проиграть какой-нибудь вид и сфотографировать, сделать хорошую фотографию птичке. Здесь написано, что, может быть, теперь ты выключишь свое проигрывающее устройство. Ну, вернемся к поющим самкам. В Америке живет белоголовая занатрихия. У нее поют самки. У них существуют оседлые популяции, которые живут и зимой, и летом на одной территории, и существуют перелетные. Так вот, у оседлых популяций самки поют осенью, зимой и весной. Во время гнездования они перестают петь. У мигрирующих популяций самки по прилету на территорию поют довольно активно. Потом, когда начинаются гнездовые дела, прекращают это петь. То есть тоже явно территориальная функция у них есть. Нужно сказать еще про этих птиц, что на них проводился еще один опыт. Опыт исследования по изучению антогенеза песни. Антогенез — это развитие песни за жизнь птицы. То есть как она начинается, как она развивается. Известно, что для того, чтобы птица научилась петь, должны совпасть два фактора. Она должна эту песню получить по наследству. Точнее, не песню, а структуру этой песни. Структура песни наследуется. А кроме того, она обязательно должна слышать тьютера, учителя, который будет давать наполнение для этой структуры, которая ей передалась по наследству. Этот учитель должен быть услышан вот в этом периоде, в чувствительном периоде. Дальше за чувствительным периодом идет сенсомоторный период, когда птица, птенец не только слушает, но и пытается издавать самостоятельно какие-то звуки. И он в этот момент издает такую пластичную песню. Она называется песня, которая еще не совсем взрослая, которая такая довольно странная, на которую он учится. Так вот, было исследование, что проигрывали в определенном возрасте птенцам этих птиц песни учителя. И самцы копировали учителя, там все подтверждались, все их выводы, что действительно вот в этот период надо давать им пение. Самок в этом эксперименте провоцировали петь, им делали инъекцию тестостерона, и они тоже начинали петь, хотя они, в принципе, и так поют. Но для того, чтобы в эксперименте они пели, им делали инъекцию. Но почему-то они не копировали учителя, почему-то они пели что-то другое. В общем, не знаю, почему так. Теперь давайте поговорим про наших птичек. Кто это? Зарянка, совершенно верно. Это Зарянка. Поет она вот так. У Зарянок самцы и самки не отличаются друг от друга, плавового деморфизма нет. Самки на тех территориях, где они не улетают, на юге Европы, где они живут оседло, поют всю зиму, в негнездовой период, опивают свою территорию. Поют ли они у нас, неизвестно. Насколько я знаю, таких не делали исследований, поскольку самцы и самки неотличимы. То есть их нужно кольцевать для того, чтобы понять, поет самка или самец. Ну, вроде бы считается, что самец поет более длинные песни, когда ухаживает за самками. А когда территорию опевает, он поет более короткие песни. Я хотела вам подсказать, как запомнить эту песню. Я вам говорила про «Крути-крути», «Вить увидел». Вот здесь, послушайте, пожалуйста, здесь идет такой высокий свист, а потом идет бульканье. Это ассоциации, я прошу прощения у детей, но раньше водку пили из хрустальных графинах или стеклянных. У этих графинов были такие стеклянные пробочки, которые, если их покрутить, раздавался такой неприятный звук, высокий. То есть сначала звук открывания этого графинчика, а потом звук бульканье. Вот послушайте, пожалуйста, еще раз. Вот, то есть открываем, наливаем. Вот так вот можно запомнить пение зарянки. Птица с названием красноплечий, черный, трупиал никакого отношения к трупам не имеет. Это, скорее всего, от какого-то французского слова произошло название. Самцы и самки отличаются. Это самка. Сейчас я пока фотографию самца специально не даю, я хочу ее дать попозже, она просто прекрасна. У них полигения, многоженство. У самца несколько жен, он занимает какой-то участок, какую-то территорию, и на нем отдельные территории, маленькие занимают его жены. Самки поют, причем самки поют два типа песни. Один для привлечения внимания мужа, для привлечения самца, а второй для того, чтобы ругаться на соседок, чтобы они не заходили на ее территорию. У самца, как ни странно, один тип песни, то есть и самок он привлекает, и с самцами ругается одними и теми же словами. Фотография самца. Вот. И вот. Это фотографии этого лета, сделала их фотограф Катрин Свобода, она получила какие-то награды за эти фотографии, потому что, по-моему, совершенно замечательные кольца. Вот здесь раз кольцо, два кольца, три кольца. То есть птичка на холодном воздухе, она выдает такой туман изо рта у нее выходит. То есть песню можно увидеть, что вот здесь вот она раз, два, три раза чирикнула явно. То есть такая визуализация песни. Вот, по-моему, замечательно. Значит, еще американская птичка, черноголовый дубоносовый кардинал. Честно говоря, я не уверена, что я правильно перевела. Он называется Black-Headed Gross Big. То есть он как бы переводится как дубонос, но он точно не дубонос. В общем, в словаре он был назван кардиналом, хотя, по-моему, он и не кардинал. Ну, в общем, неважно. У этих птичек есть половой диморфизм. Самочки поют короткие песни для новой функции. Внимание, они общаются со своими детьми, со своими слетками с помощью коротких песен. Значит, кто такие слетки? Слетки — это такие птенцы, которые уже слетели из гнезда и могут чуть-чуть летать. А для того, чтобы они далеко не разбегались, она им поет песенки, и они в ответ поют какие-то другие песенки. Кстати, немножко в сторону. Знаете ли вы, что по весне, обычно весной и летом, очень много людей стремятся спасать птенцов, выпавших из гнезда? Умеете ли вы различать птенцов и слетков? Вот есть птенцы, они практически без перьев. Если такие птички выпадают из гнезда, у них действительно нет шансов, скорее всего, выжить, скорее всего, их кто-нибудь съест. Но есть птицы, которых мы воспринимаем как птенцы, потому что они маленькие, глупые, желторотые, перепархивают там еле-еле, хвост короткий. Но это совершенно естественный процесс. Такие слетки, они должны перепархивать. Там где-то недалеко ходят мама и папа, они их обязательно покормят, обязательно спасут. Поэтому вот таких птенцов, якобы птенцов, их лучше не трогать. Единственное, что вы можете сделать, взять его в руки и оттащить куда-нибудь с проезжей части, например, либо от собаки какой-нибудь подальше. То есть его можно немножечко отнести и припрятать, но забирать домой его совершенно не обязательно. То есть точнее не нужно. В гнездо они не возвращаются, это естественный процесс, они выпрыгнули из гнезда, и дальше они где-то пасутся недалеко от гнезда, самка, самец их кормит. На ночь они сбиваются в такую кучку, греют друг друга, поэтому им и не нужно гнездо, все будет нормально. Еще одна американская птичка, называется она «Красный кардинал». Это символ нескольких штатов в Америке. Такие американские снегири, совершенно замечательные. Они поют и самец, и самка очень хорошо. Я принесла демонстрационный материал. Эти птицы, их привезла моя дочка лет 10 назад из Америки. Они тоже поют. Замечательная игрушка, которая, если нажать… Это песня самца, самка. Надо сказать, что у самки за 10 лет немножечко села батарейка, она более редко поет. Меня просто поражает, как здорово продвинут у них бедвочинг, что дети играют такими игрушками, которые издают совершенно правильные звуки. То есть они учатся птичкам с самого раннего возраста. И очень хочется, чтобы у нас тоже было такое, и игрушки, и хорошие определители по птицам, и вообще всяческая популяризация бедвочинга, поскольку это совершенно прекрасное занятие. Вот, не знала. Значит, здесь для кардиналов я сделала спектрограммку и выделила цветом те места, где поет самка. Значит, смотрите, здесь она присоединяется, вот это начинает самец, здесь она одновременно с ним дает сигнал, дальше, после того, как он закончил, она выдает серию очень похожих звуков, как у него, и на второй песенке она три звука дает одновременно с ним. Давайте еще раз послушаем, чтобы вы сравнили с картинкой. И вторая песенка. Вот, и самец закончил. Выясняли, зачем здесь у самок песни? Делали им проигрывание, выясняя, будут ли они реагировать на вторжение незнакомцев? Не реагировали. Выяснили, что это не территориальное пение, совершенно они этим не занимаются. Они стимулируют самца петь, то есть они поют рядом с ним, и он тоже поет. И вот они его заставляют петь, таким образом, видимо, стимулируют и синхронизируют цикл размножения. А может быть, есть еще вариант, что они в своей песне привлекают других самцов, соседних. У этих птиц чего только не бывает. Значит, птичка, которой я очень горжусь, здесь будут мои записи, которые сделаны мной, поэтому я поместила даже свою фотографию. Значит, это черногрудая красношейка, она живет на Теньшане в Казахстане. Записывала я ее на территории Казахстана, в горах. И, собственно, почему я заинтересовалась этой темой? Потому что я поехала туда записывать самцов, пение самцов, и вдруг, к своему удивлению, я записала несколько песен самок. Для сравнения, я записала 3000 песен самцов, 7 песен самок, но это все равно достаточно много. И слышала при этом еще больше. Надо сказать, что вот это место, большое Алматинское озеро на Теньшане, оно очень удобно для наблюдения за красношейками, поскольку здесь такие низкорослые хвойные кусты, они называются арча. На этой арче как раз сидят в разных местах самцы и поют. И если забраться на горку куда-нибудь повыше, то можно стоять и наблюдать достаточно большую территорию, видеть, что вот самец поет здесь, записывать его, потом видеть, что он перелетел сюда, записать его здесь. Так вот я наблюдала такие ситуации в связи с пением самки. Самец сидит на кусте и поет, и тут мимо него пролетает другой самец. Вторжение на территорию. Значит, тот с такими устрашающими криками за этим самцом несется, а на том месте, где он только что сидел, на его песенном посту, появляется самка, откуда ни возьмись, и начинает петь территориальную песню. То есть ты, дорогой, давай гони, а я тебя тут прикрою. То есть пока территория не опивается, самка заменяет самца и сообщает всем, что территория занята. Вторая ситуация. Если я подходила слишком близко к тому месту, ну, скорее всего, это было не гнездо, поскольку это было достаточно раннее время, это был май, это было место, где самка собиралась строить гнездо, и я слишком долго там стояла с микрофоном, за ней наблюдала, она начинала издавать тревожные сигналы, такие тревожные позывки, которые оповещают всех, что здесь что-то не так происходит. И вот эти ее тревожные сигналы, это ее беспокойство неожиданно перерастало в песню. Да, кстати, давайте послушаем. Вот так поет самец. И так поет самка. Самка поет покороче, но тоже вполне себе поет. При беспокойстве. Вот по поводу беспокойства. Следующее исследование. При беспокойстве поют самки вот этих птичек. Что это за птички? Лазоревки, совершенно верно. Это такие синицы-лазоревки, они поют у них самцы, и тут вдруг выяснили, что самки тоже поют, и при таких обстоятельствах, когда на гнездо нападает какой-нибудь хищник. Сделали такой эксперимент. Лазоревок селили в специальные дуплянки, точнее не то, что селили, просто вешали специальные домики, похожие на скворечники, дуплянки, которые занимали лазоревки. В дуплянках наблюдать удобнее. Дальше ставили рядом чучела вот такого хищника, это перепелятник ястреб, и в другой группе ставили, опять же, чучело полоза. Это такие хищники, которые разоряют гнезда лазоревок, но при этом ястреб может не только напасть на птенцов, но и на взрослых птиц, а полоз он опасен только гнезду. За взрослыми птицами, понятное дело, он не может угнаться. Самки пели, это зарегистрировали, что они пели и на этого, а на того не пели. Стали думать, почему. Вообще, какие есть версии, почему они поют во время опасности? Может быть, для того, чтобы оповестить хищника о том, что его заметили. Может быть, для того, чтобы оповестить об этом соседей, что у нас какая-то беда, или, например, мужа своего позвать. Муж чаще всего в этих экспериментах и так был. Была еще такая версия, что замечено, что самцы, которые поют в присутствии хищника, имеют больший успех у самок. Есть такая у них бравада, что если я пою песню во время опасности, это значит, я очень крут. Здесь вроде как тоже это не срабатывало, поскольку у лазоревок вроде как им некого было привлекать. То есть они пели во время своего гнездового цикла, который один за сезон был. Была еще такая версия, версия, что это пение вообще ни для чего, что это просто такой сбой гормональный, что под действием гормонов они поют просто так, что это смещенная активность. Есть такое понятие в этологии смещенная активность, когда в любой непонятной ситуации нужно идти спать, как известно. В какой-то непонятной ситуации животное делает какое-то совершенно несуразное действие. Вот, например, было у Тинбергена описано такая ситуация, что когда самцы, самок, готовы подраться, и непонятно здесь, что делать, либо напасть, либо убежать, в такой непонятной ситуации самец вдруг поворачивается и начинает дергать траву. Совершенно глупое поведение, ни к чему не приводящее, но тем не менее, если вот это поведение глупое не приносит вреда виду, то тогда оно закрепляется и становится частью какого-то ритуала. У нас тоже есть смещенная активность. Например, когда мы задумываемся, мы почему-то начинаем чесать себе голову. Казалось бы, зачем? Почему вдруг резко началась чесаться голова? Ну, просто потому что нечего нам больше делать. Нет, все-таки это не смещенная активность решили по той причине, что для полоза-то они не поют, а для ястреба поют. То есть здесь все-таки, видимо, дело в том, что они переключают внимание ястреба на себя для того, чтобы он не съел птенцов. В общем, разные есть версии. Еще какие есть пения? Есть свидетельства о том, что поют пеночки-теньковки, самки у них, такие птицы с забавным названием северные борматушки, поют они в случае потери самца. Вот если самец был на территории, потом самец погиб, то самка начинает петь. Такая вот нелегкая женская доля. Все сама, все сама. Вот. Ну, это мы с вами говорили про птиц, которые, про самок-птиц, которые поют либо хуже, чем самец, либо так же хорошо, как самец. Ну, то есть, что значит хуже, лучше? То есть, их песня короче, либо там меньше всяких элементов, колен. А теперь мы поговорим про самок, которые поют лучше, чем самцы. Есть в Австралии такая ворона-свистун. По-английски она называется сорока. На самом деле, ни к вороне, ни к сороке она особого сильного отношения не имеет, она достаточно далеко от них. И самцы, самки у них очень прекрасно поют, совершенно замечательно. Значит, здесь белый самец, а серая самка. Но самки поют лучше. Известно, что у них более разнообразный репертуар. Давайте послушаем такую самку. И недавно была работа по краснохвостым овсянкам. Это птицы из Центральной Америки. У них достаточно интересная семейная ситуация, достаточно нестандартная. У них есть пара, самец и самка, которые размножаются, и есть еще помощники. В помощники чаще всего идут холостые самцы, которые не смогли найти свою территорию, свою самку. Как происходит гнездование? Гнездо на территории, на участке вьют самец и самка вместе. Дальше яйца откладывает самка, садится на них, насиживает их положенное время, самец не принимает участие. А вот в выкармливании голодного потомства принимают участие и папа, и мама, и все вот эти помощники. То есть вроде как никакая неинвертированная ситуация. Самка вполне себе выполняет женскую роль, но при этом она поет сильно лучше самца, сильно разнообразнее. Она начинает петь раньше утром, она поет более разнообразные колена. колена. Вот сейчас я вам покажу картинку из этой статьи. Видно тут. Здесь показано у нас пение территориальных самок, которые владелицы территории, пение свободных, незамужних самок, дальше пение самца, который владелец территории, и пение самца, который холостой. Дело в том, что самцы поют два типа песни. В основном, когда они холостые, они поют не вот эту песню, а поют вот эту песню. Эта песня первая называется «щебетанием», а вторая называется «трелями». Они щебечут для того, чтобы, видимо, охранять свою территорию, обозначать, и поют трелями для того, чтобы привлекать самок. Так вот, даже если вы посмотрите просто безо всякой оценки статистической, то вы увидите, что у самок есть раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, все эти номера это разные, я бы назвала это слоги, авторы статьи называют мотивами, то есть разные мотивы в пении вот этой овсянки. У самок их гораздо больше, у самца мы видим всего раз, два, да, всего лишь два типа. И даже если мы эти слоги, мотивы сравним между собой, то вот здесь вот этих вот фигурок, то есть элементов, которыми поет птица, опять же, более разнообразные слоги у самок, чем у самцов. Но самец поет вторую песню. Но даже если мы сложим вместе те элементы, которые он поет во время трелевых песен и те, которые он поет во время щебетания, все равно у самки с большим перевесом получается пение более разнообразное. Но это такая вот первая работа, которая действительно подтвердила то, что у самок бывает более качественная песня, чем у самца. Пришло время задать главный вопрос этой лекции. Пение самок, оно баг или фича? То есть на сленге программистов, геймеров это что-то случайное, какое-то исключение, либо это что-то, какое-то закономерное приобретение. Мне сегодня сказали, что культурные люди не должны говорить слово баг или фича, но тем не менее. Все-таки фича. Все-таки это что-то закономерное, судя по количеству данных, судя по тому, что песни самки активно пользуются. И тогда возникает вопрос, а почему, собственно, пение птиц, пение считают прерогативой самцов? Почему так случилось? И дело все в том же Дарвине. Дело в том, что большинство птиц, большинство самок птиц, тех, которые поют, поющих, они живут в тропических областях и в Австралии. Так вот, если бы Дарвин жил не в детстве, если бы прошел не в Англии, а в Австралии в той же, то тогда он бы искал ответ на вопрос ни почему, ни каким образом развелась песня самцов, а, наверное, он бы искал ответ на вопрос почему некоторые самки не поют. Пять лет назад в Nature вышла такая статья о том, что пение самок очень древнее, оно очень распространенное и, скорее всего, оно является предковым для певчих птиц. Здесь есть такая фраза «певчие воробьины». Для древних представителей певчих воробьиных надо сказать, кто такие певчие воробьиные. У нас птицы делятся на отряды. Самые распространенные это воробьинообразные, их больше всего. Воробьинообразные делятся на певчих воробьиных и, как ни странно, кричащих воробьиных. Кричащие воробьиные тоже поют, но у них немножечко хуже песни, поскольку у них не так хорошо устроен голосовой аппарат так вот эти певчие воробьины они по данным молекулярного анализа они произошли на австралийском континенте точнее в австралазии на территории австрии австралии новой гвинеи новой зеландии и далее они распространялись по всему миру где сейчас давайте потом вернемся к этому кадру значит из австралии они вышли и они распространились в распространились в европу и в америку несколько групп этих птиц по моему 2 вышли распространились вот поэтому по северной части а большинство осталось из них в австралии так вот получилось так что самые новые ветви этих птиц они находятся самые самые новые то есть в эволюционном плане они находятся как раз там где их изучают то есть пение птиц как раз изучают где в европе и в северной америке а там как раз большинство птиц не поет потому что это по мнением авторов вот этой статьи этот признак потерялся со временем значит что они сделали они взяли большое количество литературных данных для древних представителей кроме вот этих кроме вот этой вот новой группы которые в основном населяют европу и америку и посмотрели поют ли у них самки в норме или не поют красным кружочком отмечено что песня есть что они поют синим что не поют причем обязательно смотрели в норме то есть как обычно поют они или не поют если какие-то случаются эпизодические случаи пения то это не считалось так вот вот по этому кружочку кругу видно что больше точек красного цвета все-таки больше представителей поют на основании этих данных они рассчитали каков был их предок с большой вероятностью вероятность там 80 чем-то процентов была общий предок всех воробьинообразных птиц простите певчих воробьиных он самка этого вида пела то есть скорее всего это такой древний признак который потом был утрачен наши исследователи тоже не остались в стороне от этого из от этой горячей темы сделали изучили процентное соотношение поющих самок на разных континентах в америке в евразии в африке и в австралии и сравнили это все с путями расселения групп воробьинообразных вот здесь вот и кричащие и здесь воробьиные певчи и выяснили то что больше всего птиц по процентному соотношению поет как раз в тех местах куда самки расселились позже если самки и самцы то есть в тех местах куда птицы расселялись позже это африка и америка поют большее количество птиц а в австралии их меньше но меньше всего конечно в европе вот и из этого они сделали вывод то что пение самок возникало независимо в разных группах птиц и скорее всего общий предок не имел песни вот ну так или иначе имел песню имели или пели ли самки общего предка или нет независимости независимости от этого большинство птиц у нас поет тех которые живут в жарком климате в тропиках почему они больше поют есть такой вопрос на него вероятно такой ответ дело в том что в тропиках достаточно плотное население птиц там больше ресурсов нету смен климата нету смена сезонов и поэтому там больше ресурсов и соответственно больше населения вот например такая картинка как вы думаете это не про птиц это про то где больше ресурсов и где выше населения как вы думаете что это за пики да совершенно верно вот это вот вот это население москвы вот это население санкт-петербурга это население всей остальной россии то есть население выше где там где больше ресурсов в таком городе мы живем с вами и точно также в тропиках там где живут птицы там больше выше населения выше конкуренция за гнездовые участки поэтому очень выгодно чтобы пели и самец и самка потому что вдвоем опивать территорию охранять ее от других претендентов гораздо легче а у тех кто не остался в тропической части а начал гнездиться наоборот в северных участках начал каждый год улетать на зимовку на литовку точнее в северные края у них ситуация какая значит вот здесь вот этот грехостка который рассказываю гнездится смысле здесь она зимует здесь она гнездится и как у нее распределено время она в марте-апреле летит на места гнездования с мая по июль гнездится в августе-сентябре она летит опять на зимовку и с октября по февраль она проводит на зимовку на зимовке то есть у нее остается очень мало времени которые она может провести на своих зимних территориях на зимних территориях жить проще в какой-то степени потому что здесь много не занятых территорий меньше плотность населения здесь меньше пресс хищников но здесь нужно сделать все очень быстро пока не наступило холодное время поэтому обычно самцы прилетают первыми занимают территории поют потом прилетают самки самки выбирают купению самцов либо уж они выбирают качество территории вот здесь вот есть разные мнения дальше им нужно быстро построить гнездо быстро отложить яйца быстро высадить выкормить птенцов и лететь уже обратно то есть дождаться чтобы эти птенцы научились летать или и лететь обратно и вот в такой ситуации дефицита времени выгодно роли разделить обязанности разделить что самцы больше занимаются охраной территории а самки больше занимаются семьей детьми вот видимо вот поэтому такая есть тенденция вот что иллюстрирует это утверждение есть такой домовый крапивник которого есть разные способы жить вот фиолетовым обозначена области в которых крапивники никуда не улетают они живут и зиму и летом здесь значит вот это вот крапивники которые перелетные летом они лето они проводят здесь зиму они проводят здесь так вот у стационарных крапивников которые никуда не улетают у них самки поют у них постоянные пары самец и самка они моногамные, они поют и охраняют территорию. А те, которые перелетные птицы, у них самки не поют, они полигамные и никакой песни нет. И вот недавно такое было сообщение про тоже американскую птичку серого юнка, который перешел к оседовому образу жизни совсем недавно. В одном из американских городов возникла популяция 30 или 40 лет назад, которая раньше мигрировала, улетала на зиму, а здесь она стала оставаться круглогодично. Так вот в этой популяции самки запели. Причем запели они в интересных ситуациях. Какой проводили эксперимент? На территорию самца и самки ставилась клетка с пойманной самкой юнка, запускалась через транслятор запись ее песни, и самка, владелец территории, начинала бросаться на эту клетку, петь песню. Потом она начинала бросаться на своего самца, который сидел рядом, то есть устраивала какую-то безобразную сцену ревности. И вот в таком плане, то есть у них для таких целей, видимо, возникла песня, для того, чтобы предотвратить полигинею самца. Для того, чтобы у вас не возникло ощущение, что самки совсем от рук отбились и только поют, и совершенно не слушают самцов, я вам расскажу, что все-таки они слушают, оценивают, и очень даже интересно это делают. Например, вот такая птичка-пересмешник. Вы, наверное, знаете книгу «Убить пересмешника», фильм тоже. Самец поет, и поет он очень разнообразную песню. Ему постоянно нужны какие-то звуки для того, чтобы включать их в песню, потому что он ее постоянно расширяет, делает очень разнообразно. Недавно была работа, что пересмешники научились очень точно имитировать амфибий, некоторых лягушек, выясняли зачем, думали, может, пообщаться с лягушками. Нет, оказалось, что все-таки не нужно им общаться с лягушками, а нужно наращивать свой репертуар для того, чтобы нравиться девушкам. И иногда им, бедолагам, то есть девушки настолько привередливые, что им иногда приходится брать звуки из неживой природы, а вот, например, такие звуки. Давайте послушаем пересмешника. Звук сигнализации имитируют для того, чтобы включить, увеличить свой репертуар. Но это еще что? Вот, например, атласные шалашники. Это такая замечательная птица, которая с большой фантазией относится к ухаживанию за барышнями. Он и поет, он строит шалаш, он выкладывает площадку перед этим шалашом синими предметами. Почему-то синие ему нравятся гораздо больше. Особенно популярны крышечки от бутылок. Вот здесь вот такие синие. Он устраивает демонстрации перед самками. Они сидят, приходят к ним на территорию, слушают внимательно. Сидят, слушают и оценивают песни. Выяснили, что они оценивают не только количество элементов его песни, не только его разнообразие, но они еще оценивают точность копирования сигналов других. То есть они тоже, да, я не сказала, они тоже копируют сигналы других птиц, тоже и человеческие звуки какие-то копируют. И вот самке, если скопирован сигнал недостаточно точно, то она не будет с ним связываться, она улетает с этой территории, и все. То есть не только разнообразие, но еще и качество звуков. Чтобы подвести итог этой части, скажу, что песня... Ой, я вдруг заметила, что я переворачивая картинку, я перевернула ноты. Извините, люди с музыкальным образованием. Сейчас немножко откорректируем Дарвина. Дарвин говорил, что песня возникла благодаря половому отбору, причем половому отбору самцов. Теперь мы говорим более общую фразу, что она возникла не благодаря половому отбору, а благодаря социальному, который включает в себя не только конкуренцию за супруга, но еще и другие, за другие всякие ресурсы. И действует этот социальный отбор не только на самцов, но и на самок. Когда я готовилась к лекции, я сначала читала какие-то статьи в научных журналах, а потом я решила просто набрать эту фразу «female bird song» в интернете и выяснила, что есть специальный сайт, который занимается пением самок-птиц. Они всячески привлекают к сотрудничеству людей, они хотят, чтобы им присылали со всего мира песни, подтверждающие то, что самки поют, описание ситуации, в которых они поют. У них на сайте есть очень замечательные визуализации. Вот эти вот сонограммки, которые я вам показывала, только раскрашены разными цветами. То есть вы можете нажать на кнопочку, на вот этот наплей, у вас будет идти бегунок, и вы будете видеть, в какой момент кто поет. Я очень хотела эти визуализации взять для своей лекции. Я написала американским коллегам, которые занимаются вот этим сайтом, и сказала, что очень мне нравятся ваши работы, я обязательно вам пришлю сейчас записи вот этой черногрудой красношейки, которую я записала. И вообще я сейчас готовлю лекцию, и хочу про вот это замечательное явление, песню самок рассказать миру. Пришлите мне, пожалуйста, вот эти вот видео. Они мне не ответили. Так ничего не ответили, очень обидно. Но может быть еще ответят. Значит, вот карта, которую они составили по тому, что уже им прислали. То есть каждая точка — это место записи, где сделана поющая самка. Вот мне очень непонятно, почему пустая Канада. То есть, казалось бы, может быть, на севере не поют, но вот на Аляске поют. И обратите внимание, что абсолютно пустая Россия. Есть всего одна запись. Это какая-то пеночка, не помню. Тиньковка, по-моему, присланная. Ну, в общем, если вдруг у вас есть возможность записывать птиц, то присылайте на этот сайт эти записи. И вы будете движителями науки в этом направлении. Подводя итог лекции, я хочу сказать, что самки птиц имеют право голосу все-таки. Спасибо за внимание. Спасибо огромное. Можно сейчас еще два кадра? Откуда я брала звуки для лекции? Есть такой замечательный сайт «Ксенокантов», который складывают звуки со всего мира. Можно найти совершенно любые голоса. Только не используйте их в злостных целях, пожалуйста. Не проигрывайте птицам. Где я люблю читать популярное что-то про птиц. Это наш сайт «Элементы.ру». Американский бед Корнел еду. И кто в Москве занимается популяризацией бедвотчинга? Вот такой сайт «Сыпипл.нет». Проводят они экскурсии по птичкам. И вообще очень хорошие ребята. Если интересно, то сфотографируйте. Спасибо. Предыдущий, пожалуйста. Спасибо вам большое еще раз за лекцию. Было невероятно познавательно. Называется «Век живи, век учись». Сколько всего, оказывается, про птиц интересного. А сейчас у нас, как всегда, время для ваших вопросов. Пожалуйста, поднимайте ваши руки. Держите наш дорогой и любимый Марк. У меня появился тоже вопрос, что обычно бывает редко. Я хотел бы у вас спросить. Вот есть бедвотчинг, и он непрофессиональный. А как стать профессионалом в этом деле, собственно? Как стать профессионалом? А почему вы считаете, что бедвотчинг непрофессиональный? Большинство людей просто смотрят на птичек, и не знают, как они выглядят. Но я имею в виду, что бы это было связано еще с наукой, и что бы можно было влиять? Бедвотчеры очень даже помогают науке. Они участвуют во всяких учетах птиц. Они могут делать очень полезные вещи. Ученые с радостью сотрудничают с бедвотчерами. Как можно повысить свои компетенции? Повысить свою компетенцию? Можно пойти учиться на биофак МГУ, например. Спасибо, хорошо. Ладно, следующий вопрос. У меня менее глобальный вопрос. Вот кукушка поет самка или самец? Кукун или кукушка? Ну, насколько я знаю, самец. Самки издают такие кричащие сигналы. То есть, по-моему, все-таки самец, хотя сейчас кто их знает действительно. Предполагала, что самец, но точного ответа не имеют. Вот я тоже, честно говоря, точного не имею ответа. Теперь задумаешься. Еще вопросы? Подождите, пожалуйста, мы говорим в микрофон, потому что у нас идет трансляция. Вот. Сейчас я передам вам. Спасибо за лекцию. Такой вопрос. В своих исследованиях вы сталкивались с таким феноменом, как подпесня. И если сталкиваюсь, либо нет, но знакомы с этим термином, то что это для вас? Ну, я, честно говоря, не слышала подпесню. Для меня это начальная стадия песни, которая возникает еще до стадии кристаллизации. То есть у птиц есть такое время, когда они поют еще не правильную песню, не взрослую, и потом она кристаллизуется, какие-то элементы в ней исчезают, какие-то добавляются, добавляется структура, добавляется синтаксис, они начинают петь по правильному синтаксису, и это уже будет взрослая песня. Но я не сталкивалась. Спасибо за лекцию. Первое, что хотел прокомментировать, это из Канады мало присылают, скорее всего, потому что там довольно низкая плотность населения, и население сосредоточено около границ США, то есть на севере там очень мало живет людей. А вопрос по поводу тоже обучения птиц пению. На 28-м слайде это было, по-моему, упоминалось, что птице нужен тьютер для обучения, и также вы говорили, что они имитируют звуки даже сигнализации, и пение других птиц. Вообще может ли возникнуть такая ситуация, что самец своим пением в итоге привлечет самку другого вида, и можно ли вообще таким образом вывести, обучая каким-то образом птиц, скажем так, под вид, который будет изолирован? То есть остальные самки другого вида, допустим, выращенные на воле, они не будут понимать этих самцов. И еще вопрос. Птицы одного вида, но, допустим, из разных популяций, то есть с разных уголков мира, но одного вида. Понимают ли они песни друг друга? Так, значит, на первый вопрос. Если, значит, может ли самка, может ли самке не понравиться то, что поет самец, да, то есть могут ли они не понимать? Значит, другого вида. Вообще песня, она создана для того, чтобы препятствовать межвидовой гибридизации. То есть это одна из ее функций, препятствия вот этому скрещиванию. Потому что есть виды очень близкие, близкие по внешним характеристикам, по каким-то экологическим характеристикам. И вот как раз у них чаще всего песни становятся довольно быстро разными, в эволюционном плане быстро, для того, чтобы они не скрещивались между собой, не пересекались. То есть самки другого вида не будут реагировать на таких самцов, которые с их точки зрения неправильную песню поют. А то, что они имитируют какие-то другие звуки посторонние, это все просто наполнение песни. А самое главное, это та структура, которая заложена у них, то есть в которую будут закладываться эти звуки. Поэтому вот у одного вида будет одна структура, у другого будет другая структура. И, соответственно, самки будут реагировать на свою структуру. Ответила ли я? А второй там еще вопрос был. А структура сама врожденная получается? Структура врожденная, да. И есть даже, собственно, есть теория Ноама Хомского о том, что и у человека тоже есть врожденная грамматическая структура, то есть человек наследует некую структуру, в которой он достаточно быстро набирает слов из окружающего его пространства, и поэтому дети так быстро учат языки. Ну, тогда третий вопрос мой отвечен. То есть они, значит, будут понимать из разных популяций друг друга? Смотря что, значит, понимать. То есть вот в нашем… Привлекать самку. А, привлекать самку, да, да, будут привлекать. А можно еще вопрос, раз уж мне дали микрофон? Вы говорили про такую вещь, как смещение активности. Смещенная активность. Смещенная активность. Как она вообще возникает? Я, насколько понимаю, это не у отдельной птицы какой-то. То есть это же, получается, отвечает какой-то ген, какая-то мутация. То есть она должна нести в себе какую-то полезную функцию для того, чтобы она… То есть появилась она у одного, у двух животных в популяции, допустим. Она должна же нести, получается, какую-то полезную функцию, чтобы она так широко распространилась по всей популяции. Самое главное, она должна нести… Как оно вообще распространяется, механизм вот этой смещенной активности? Откуда оно берется? И в чем ее польза? Значит, главное, чтобы вреда не было, насколько я понимаю. То есть главное, чтобы это поведение не приносило популяции вреда. А так оно вполне может закрепиться. И потом от него будет польза, что это будет некоторый ритуал, а с помощью ритуалов животные активно общаются друг с другом, активно снижают агрессию друг к другу. То есть в конечном итоге от него может быть какая-то польза. А так исходно оно возникает просто, насколько я опять же понимаю, как что-то невредное для данного организма. Тогда оно закрепляется. Еще будут вопросы? Ага, вижу. Большое спасибо за лекцию. Что Вы можете сказать о ласточках деревенских? Вот многолетнее наблюдение говорит о том, что они, вот когда слетки начинают, уже облеты территории, много раз видели картину, когда больше, чем одна семья, там 4 или 6 маленьких ластовчат, сидят на, допустим, проводе, а перед ним одна взрослая, там самка или самец, читает лекцию. Вот эта функция, как может быть, как-то описана или пояснена? Ну, по-моему, замечательно. То есть это как раз обучение птиц песни. Но больше, чем одна семья могут... Это какой-то ведущий, там, профессор. Очень интересное у Вас наблюдение. Я не наблюдала ни разу. Но то есть вполне возможно, да, что он... На самом деле он, может быть, просто поет, а товарищи вот эти сидят. Может быть, они, на самом деле, не лекции от него ждут, а каких-нибудь червячков, насекомых. Вот. А он вот занят тем, что поет. Вот. Ну, скорее всего, это... Ну, а у ласточек деревенских кто более певчий? Ну, по официальной версии, самец. Самец. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Коль уж у нас этот слайд здесь висит, у меня, в принципе, был вопрос тоже про тьютера. Если взять или запись, как Вы говорили, да, хотя это плохо делать, взять птицу какого-то другого вида, нежели чем на записи голос. Опять же, возвращаясь к вопросу молодого человека, если это все предпрограммировано уже, в птице и заложено, да, может ли она от тьютера или, ну, скажем, записи другого вида научиться пению другого вида? Если, ну, с птенца, скажем так, прямо начинать, вот с этого момента, вот табличка у Вас, да, если там сначала сенсоры, потом сенсомоторика, да, и вот кристаллизуется ли это в пении другого вида? Вот. Спасибо. Вот не знаю точно, не могу ответить. Наверняка есть работы такие, наверняка люди подсаживали к другим певцам. То есть мне кажется, что должна появиться гибридная песня. Он должен взять основу, все-таки свою врожденную, заполнить ее какими-то элементами тьютера, и получится нечто среднее. И, скорее всего, не тот, не тот вид не будет на нее реагировать, она будет непонятна. Не тому, не тому виду, поскольку она все-таки неправильная ни с точки зрения того, ни с точки зрения другого. То есть это генетически обусловлено все-таки у них что-то с пением? Ну, генетически, да. То есть основа генетическая, вот эта вот ритмика, какие-то вот паузы вот эти вот между чириканьями, они генетически заданы. Вот. Ну, не знаю подробностей. Спасибо. Еще вопросы? Давайте. Здравствуйте. У меня немного вопрос, может быть, не по теме пения. Ну, вот смотря на эту картинку, как такие тоненькие ножки птиц держат их такое массивное тело? Вы знаете, тело совсем не массивное. Тело, объем его занимает в основном перья, то есть здесь очень много перьев. А вообще тело птицы, оно максимально облегчено. У птиц полые кости, пустые внутри. У них есть большие полости, заполненные воздушными мешками, которые тоже ничего не весят. То есть птицы, они очень-очень, с одной стороны, крепкая конструкция, к которой можно приделать крылья, и она полетит, а с другой стороны, она при этом очень легкая конструкция. Я не толстый, я пушистый, называется. Давайте, может быть, еще у кого-нибудь будет последний вопрос? Или мы уже закончим? Ну, давайте, будет? Давайте, последний вопрос. Спасибо за лекцию. У меня жил кеннер, который чудесно пел. И мое наблюдение, вот по ответам на предыдущие какие-то замечания, он воспроизводил, тогда были пластинки, полностью мелодию. Вот там была такая песня, я с тоской смотрю на бархан, вглубь песков ушел караван. Потрясающе. То есть он свою песню практически забывал, он начинал со своей, внутри он вставлял вот эту песню, он ее выучил. И я сделала вывод такой, что чем выше, это даже не интеллект, а вот эти голосовые диапазоны у птиц, тем больше возможности у них воспроизвести то, что и мальчик спрашивал, какие-то другие звуки. А чем меньше, вот, например, чижик, вот эти чирик-чирик-чирик, тем они менее обучаемые. Ну, может быть, как и люди, или это способности, или голосовые вот эти вот возможности. Вот это просто наблюдение. Спасибо. Есть способности к имитации у тех же попугаев, она хорошо развита, да. Да, действительно. Пользуются ли они этими способностями для привлечения самок, ну, или другой имитации? Я говорила, да, что они имитируют звуки для того, чтобы набрать как можно больше вариантов в свой репертуар, как можно больше элементов. То есть они, конечно, напропалую этим пользуются.